Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Елена Реброва, директор издушора «Юпитер». Здравствуйте, Лен. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, «Юпитер» – сильная школа единоборств в нашем городе. Как давно она существует? Школа «Юпитер» существует уже 10 лет. Кстати, в этом году мы отмечаем свой 10-летний юбилей. Открыта она была в 2004 году на базе спортивного клуба имени Харлампиева. И первая численность нашей школы составляла тысячу человек. Вот 10 лет – это достаточно большой срок. Это, в принципе, очень большой срок. Наверное, уже много именитых спортсменов, которыми можете гордиться. Ну, гордимся. Мы стараемся гордиться каждым нашим воспитанникам, потому что каждый воспитанник талантлив по-своему. Но есть и именитые спортсмены, известные на весь мир. Ну, наверное, среди таких спортсменов – это, в первую очередь, Андрей Волков, мастер спорта международного класса как по самбо, так и по дзюдо. Кстати, в этом году он завоевал второе место в чемпионате мира по дзюдо в Челябинске, который проходил в командном зачете. Также наша Ольга Усольцева, заслуженный мастер спорта по самбо, завоевала в этом году тоже в командном зачете недавно совсем кубок президента по самбо, который проходил в Великобритании. Также у нас есть и заслуженные мастера спорта, и Кунашов Сергей, и Небальсин Дмитрий. Это мастера спорта, заслуженные по джиу-джитсу. Заслуженные мастера спорта по универсальному бою Андрей Трунтягин, Роман Брагин. Но спортсменов много, если сейчас перечислять, я могу долго перечислить. Не сомневаюсь. А вот как считаете, уже столько спортсменов, которые действительно многого достигли в мире спорта, а вот приходят новые, молодые, совсем юные ребята, какими качествами они должны обладать, как вы считаете, чтобы чего-то добиться? Ну, во-первых, чтобы чего-то добиться, должно быть желание. Желание достичь, желание заниматься спортом, потому что без желания силком добиться невозможно. Мы стараемся прививать сразу любовь к спорту, стараемся всеми усилиями для того, чтобы дети уходили с улиц. Сами знаете, как сейчас обстоит эта вся ситуация. Стараемся привлечь как можно больше людей, и для этого у нас сильная команда создана. В нашей школе работают 52 тренера, и причем 6 из них также имеют звание заслуженных тренеров России. И 40 человек имеют высшую квалификационную категорию. Поэтому я думаю, что нашим детям есть с кого брать пример, как с тренеров, так и со спортсменов наших, и стремиться достичь самых высоких результатов. Ну вот 10 лет – это большой срок, и в мире многое изменилось. За 10 лет даже достаточно посмотреть на сегодняшних детей, которые практически все свое свободное время проводят перед компьютерами. Как в плане именно занятий спортом? Меньше, больше стали заниматься? Заставляют или как бы сами хотят? Дети идут. То есть как бы есть стремление у детей заниматься спортом. Даже вот если взять набор сегодняшнего года, то у нас уже, я могу смело сказать, в пределах 400 человек детей уже пришли. Как дальше сложится их спортивная судьба, сейчас прогнозировать, конечно, сложно. Но сейчас пока у них на данном этапе горят глаза, и видно, что дети хотят, и родители хотят, чтобы дети их занимались спортом. Даже несмотря на то, что многие виды спорта, которые культивируются в нашей школе, не являются олимпийскими. Но все равно дети как бы идут. Я бы сказала, поток детей на самом деле. И сейчас, наверное, все-таки заниматься спортом модно. И многие родители хотят отправить своих детей в спорт, начиная уже с 4-летнего возраста. Стараемся им объяснять, что рановато все-таки борьба. А с скольки, кстати, нормально? Ну, желательно, желательно, конечно, по-хорошему. Это 7 лет. Но есть исключения. Тренеры берут на общую физическую подготовку детишек 6-летнего возраста. Если совсем такой одаренный, скажем, ребенок, и есть какие-то определенные физические науки с 5,5, но это очень редко, потому что, сами понимаете, борьба еще, организм не так сформировался, как нужно. Поэтому только на этом этапе общая физическая подготовка. Борьба. Ну, в понятии большинства, наверное, в любом случае, это синяки, это ссадины, это слезы периодически. Вот мальчики чаще всего все-таки занимаются или девочки тоже? Ну, основной категории... Ну, про Усольцева мы не говорим. Да, это отдельный случай. Но помимо Усольцева у нас есть еще девчонки, которые занимают места, конечно, еще пока не такого уровня, но показывают результаты. Вот сейчас наши спортсмены приехали с Кубка России по самбо, где воспитанники нашей школы завоевали 2 серебряных, 3 серебряных, одну бронзовую медаль. И среди них у нас и Мария Козлова, это серебро, мастер спорта по самбо, по дзюдо, и Елена Луптунова, тоже мастер спорта по самбо, и Роман Козлов, мастер спорта по самбо. То есть девчонки есть, ну, и даже сейчас, как бы, при наборе девчонки идут, и родители, я смотрю, как бы интересуются с удовольствием. То есть не отговаривают девчонок, зачем тебе это надо, будешь с ней как ходить? Нет, нет, нет. У нас, например, по джиу-джитсу есть девочки, которые выигрывают Европу, на уровне Европы, да, участвуют в соревнованиях. Вот тэквондо, вот, например, тоже девочки, чемпионки России, первенства России, чемпионата России. То есть я хочу сказать, что девочки и единоборство – это не противоположные какие-то два понятия. У меня, кстати, есть знакомые девчонки, маленькие совсем, которые занимаются джиу-джитсу, они лупят мальчишек. Вот тренер говорит, что именно девчонки, они хитрые, они вот очень хорошо мальчишек побеждают. Ну, конечно, мы не учим, чтобы лупить, да, в первую очередь спорт он организовывает, дисциплинирует. И, конечно, здесь большое значение имеет все равно характер. Не все спортсмены, занимаясь спортом, например, занимаясь борьбой, могут выходить и побеждать. Здесь, конечно, нужна спортивная злость, как выражаются наши тренеры-преподаватели, которые заставляют чувство перебороть вот этого страха перед тем соперником, который стоит напротив тебя, чтобы смог человек его побороть, победить, даже, может, где-то там, да, нанести какой-то удар, который решит весь исход поединка. Лена, и последний, наверное, вопрос. Вот Юпитер размножился, да, вот недавно. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, да, у нас Юпитер растет, и мы надеемся, что это как бы не последний этап. Начиная вот уже с 2012 года у нас открылся тоже новый зал. Зал «Богатырь» по адресу Советской Армии 28-7, а в этом году, наверное, можно сказать, что приурочено к нашему дню рождения администрация города во главе с Виталием Евгеньевичем Артемом. Большое им спасибо. Все-таки помогли нам построить новый зал, отреконструировали наш старый зал, первоначальный зал. И если старый зал имел площадь всего 250 метров, то сейчас мы имеем спортивный современный зал площадью 1100 квадратных метров, где у нас зал для борьбы, соответствующий всем нормам для проведения соревнований и областного масштаба. И я думаю, что даже в какие-то всероссийские соревнования можно провести. Вместимость в зал хорошая. И в этом новом зале у нас появилась возможность открыть новое отделение в нашей школе, тоже олимпийское, бокс. Сейчас тоже проводим набор детишек. Поэтому администрация помогает, мы это чувствуем, что для них как бы приоритетное направление развития массового спорта в городе. Они не оставляют нас и помогают всеми возможными силами, всеми способами, правдами и неправдами, как бы тяжело не было. Ну что ж, новых вам спортсменов, чемпионов. Много спорта – это жизнь. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Елена Реброва, директора с Дюшор Юпитер. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнали Симон.